Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня у нас будет проект новостройки минимализм с элементами лофта. Поехали! Итак, друзья, как и в большинстве своих проектов, практически все работы здесь мы выполняли под ключ. Пытались максимально как-то ужать контек-бюджет, но заказчикам нужно отдать должное на самые нужные операции. Все-таки мы сделали их как нужно, ну, работы в смысле. Электрику всю мы в данной квартире заменили, сантехнику тоже, поехали по всем по порядку. Итак, как обычно, прихожая, наш электрический щит на несколько групп, оккультурили, подписали каждый щиток. Мы сейчас очень часто в своих проектах так делаем. Не просто подписываем, а делаем специальные наклейки, где каждая обозначает группу нашу по электрике. Чтобы вам не нужно было путаться, а спокойно подойти, прочитать, за что автомат отвечает и посмотреть, включить вам нужно, либо выключить. Дополнительный комплект наклеек, мало ли что-то произойдет, чтобы можно было это все дело переклеить. Вот, это у нас прихожая. По задумке самого владельца квартиры было реализовано вот такой вот шкаф большой, считаю, что это очень уместно, так как в квартире, как всегда, у нас мало места. Вот, и вот такие вот шкафы, они максимально используют наше полезное пространство. По полу, по всей квартире, сразу забегая, перескажу, что у нас лежит кварц виниловое покрытие, довольно-таки актуально в данное время. Вот, и в ванне, и в самом селе тоже кварц винил. По стенам у нас везде поклеены обои, потолок у нас натяжной. Итак, погнали в ванную комнату. Итак, друзья, в ванной комнате у нас два вида плитки и напольное покрытие, как я уже говорил, кварц винил. Ванна у нас, по-моему, от компании LIHO. Смесители у нас по фоне, те, которые мы импортируем, в Италии, очень классные. И, соответственно, тропический душ, все у нас с силиконовыми форсунками, если вдруг забивается камешек, легко очищается, все очень достойно. Выполнены в светлых тонах, плитка за ванной подобрали в цвет кварц винилового покрытия. Все смесители у нас в стройках, за исключением раковины умывальника. Зеркало, как всегда, одно из самых хороших решений. Вклеено у нас в плитку. Очень комфортно, удобно при уборке. И над зеркалом, кто любит, допустим, побриться не при таком освещении, добавили еще дополнительно освещение над зеркалом. Но полотенцесушитель пришлось переносить, как всегда, почему-то в самый дальний угол. Но, как я уже говорил ранее в своих проектах, если мы не заужаем диаметр трубы, то все у нас будет классно и греет. Итак, друзья, немножко левее от умывальника у нас есть как раз расстояние, где компактно вписалась у нас корзина для белья. И здесь же расположился у нас двухклавичный, скажем так, выключатель, но, скажем так, это сенсорный выключатель, где отдельно, можно сказать, по одному выключателю. Один, как я уже говорил ранее, включает у нас свет над зеркалом, и другая клавиша у нас включает вытяжку в ванной. Вот, как-то так. Здесь же в ванной у нас установлено два смесителя, как я уже говорил. Один у нас идет на набор ванной, вот смеситель, и второй двухрежимный, который включает лейку и сам наш тропический душ. Как я говорил, на умывальник у нас стоит смеситель наружного монтажа, и смотрите, какая прикольная мыло. Свинка. Из электрики у нас здесь стоят розетки от Веркел, и заказчик сам подобрал сенсорные выключатели от компании Ливало Китай. Что примечательно в данных выключателях, то, что они у нас сенсорные, скажем так. То есть, когда они в выключенном состоянии, подсвечиваются у нас синим цветом, когда мы их включаем, вот, то они у нас подсвечиваются красным цветом. То есть, это сигнализирует о том, в включенном положении, либо в выключенном положении у нас находится наш выключатель. И немного о дверях. Это у нас компания Profile Doors. Вот, выбрали вот такие вот полированные ручки. Очень они сочетаются в данном нашем интерьере. И сразу же, немножко не отходя, расскажу о Windows. Это у нас MDF, вот, где мы их тоже смонтировали. Наружные углы все были заберены под 45, склеены. Вот, все в одном у нас стиле. Итак, друзья, наш санузел, как обычно, всю сантехнику мы здесь заменили. Сейчас уже немножко плохо видно. Но он настолько большой компоновки, что обычная инсталляция у нас занимает 15 сантиметров, а здесь глубина порядка, наверное, 50 у нас. И это пространство мы также использовали с пользой. Использовали, с пользой. Вот, сделали, установили инсталляцию. Облицевали это все так же, что у нас кварцевальное покрытие, то есть, переходит из пола на стену. Вот, и максимально глубокие видим полки. Как всегда, это у нас актуально в квартире, особенно в таких вот планировках, так как видим, сколько места здесь у нас предоставлено, и всегда есть туда, что у нас поставить. Дверцы шкафа у нас матовые. Это у нас ДСП в кромке. Отлично подчеркивает. Хорошее решение в таких санузлах. Унитаз, как всегда, практически, это наш Луковарос. Вот, очень хорошая модель. Осталось у нас уже, ну, буквально несколько штук. Вот, ну, как всегда, приносит он удовольствие в использовании. Вот, плитка, как и в ванне, у нас обычно матовая белая. И небольшой рукомойник, вот, у нас здесь установлен, но еще, к сожалению, пока не подключен. Есть у нас гигиенический душ и выключатель от Levalor на включение, выключение вентилятора. Работает. Итак, дальше передвигаемся в спальню. Вот, и это то место, где отдыхает хозяева этой квартиры. Как видим, я уже говорил ранее, минимализм. Кстати, очень классно, когда минимально каких-то там у нас есть объектов в спальне, то есть сама кровать и две прикроватные тумбочки, все. Ну, и за спиной оператора будет шкаф, мы с ним сейчас немножко расскажем. Пожелание было у заказчика такое, чтобы мы демонтировали подоконник от застройщика. И он изготовил из натурального дерева столетницу на всю длину. Это может быть у нас и как рабочая зона, вот, и видим зону какая-то для хранения. То есть какие-то книги. Развели сюда электрику, вывели, видим, розетку, чтобы можно было поставить ноутбук и подключиться к зарядке. Правый край от окна используется для хранения, видим, стоит принтер у нас и для каких-то там вот таких вот вещей. Радиатор отопления под самой столешницей. Очень, кстати, актуально, когда ты сидишь, наслажаешься видами из окна, пусть и новостройки, но все же. И зимой батарея обогревает тебе твое рабочее место. Как я и говорил, потолки у нас натяжные и видим, нет у нас никакого карниза. А для закрывания окна, если мы хотим, допустим, отдохнуть днем, у нас используется вот такая вот ротшла, которая спокойно задвигается. Ну, пускай даже не любит, точно так же ее можем отнять. Очень хорошее решение, так как внешний вид, оно у нас не портит и максимально приносит нам пользу. Берите на вооружение. Как я и говорил, мы максимально пытаемся в наших проектах разместить электроточек. Его им уже есть вот здесь вот на подоконнике. Одна розетка в том углу. И здесь вертикально мы разместили блок розеток. Если вдруг нужно будет здесь зарядить телефон, то сюда можно включить там ноутбук и что-то еще, что нам не хватает, скажем так. Кровать у нас на высоких ножках для того, чтобы робот-пылесос мог проезжать у нас и под кроватью. Вот, прикроватная трубочка в стиле ловкость. Обычный металлический каркас с столешницей. Кстати, столешница сделана из ламинирового ДСП, отклеена кромкой. И у каждой у нас тупочки выведено по две розетки. Иногда на самом деле одной бывает мало. Убедился на себе. В спальне у нас присутствует один шкаф. И обычно в своих проектах мы реализуем такое решение, как возводим вот такую вот перегородку. Иногда мы делаем это из гипсокартона, собирая металлический каркас. Но в данном случае у нас использовался блок. Чем это обусловлено? Тем, что очень удобно сюда принести нам наш выключатель, который будет включать у нас нашу люстру. Это одно из дос, когда оно законит. И второе то, что у нас уже есть готовая стенка в дизайн всего интерьера. То есть на данной стене мы поклеили обои, так как и по всем стенам. То есть у нас все в одном стиле и не выбиваются какие-то другие цвета. Сделано здесь четыре створки. На двух створках у нас сделаны зеркала. И две створки в таком цвете антрацит, чтобы сочеталось с нашими, допустим, рулетами и приближенно как-то было к стенам. Также в наших проектах мы всегда под нашу мебель реализуем подиум. Для чего мы это делаем? Видим, что по шкафу, по низу у нас идет наш напольный плитус одним контуром, нигде не перерываясь. Это очень красиво, это сейчас у нас актуально, это подчеркивает ваш профессионализм. Всегда делайте так, берите на вооружение и будет у вас всегда завершено такие вот вещи. Это намного лучше, чем у нас был бы какой-то здесь пылесборник, был бы цокол. Очень актуально в таких решениях, когда у нас есть шкаф и у шкафа особенно есть ручка, вот такое вот наружное открытие, ставить вот такие вот силиконовые прозрачные накладки с топора. То есть, чтобы когда у нас дверца открывается, чтобы не оббивало нашу вот эту вот стенку. Очень актуально и смотрится практически незаметно. Тут вообще незаметно. Итак, друзья, это у нас гостиная комната, но видим, пока у нас не обустроено, не обставлено. И где вы видели еще, чтобы в квартире была целая большая практически квартира для одной вот такой вот у нас собаки. Вот такой вот собаки. Видите, это его законное место, он здесь лежит у нас. Ты будешь просыпаться? Просыпайся давай. Вот. И наслаждается комфортной жизнью в большом вот таком вот нашем помещении. Вот. Есть фомешок, его законное место, скажем так. Отжалка у хозяина. Вот. Наша гостиная, поглядная обои в спокойных тоннарах. И вот здесь отделили одну зону. Видим такой вот темный цвет. Это антроцит, так как здесь дальше планируется у нас перегородка небольшая в будущем. Окно практически в самый пол у нас. Подоконник, как и в спальне, у нас займет на натуральное дерево. Здесь у нас вот такая вот тумба. И стоит пока телевизор. Ох, оживился. Оживился. Удавшил. Кром. Тумба, стоит телевизор. И видим вот такое вот у нас небольшое ограждение. Это для того, чтобы наш небольшой пентовец не таскал сюда всякие различные вещи. В гостиной у нас проник с коридором. И было принято решение не ставить двери, а просто сделать у нас портал из наличника и для нового добора. Итак, друзья, дальше у нас идет кухня. В кухне у нас дверь также отсутствует. Реализована с помощью наличника и дверного добора у нас арка. И кухня. Это у нас единственное место в квартире, где у нас покрашена стена. Стена покрашена моющейся краской. Вот. Такого графитового темно-серого цвета. По основной же стене, где находится обеденная зона, у нас поклеены обои. Вот. Кухня сделана из крашеных фасадов. Реализована в два цвета. В тон у нас стены. И совершенца это у нас эгер. Вот. НДФ пламинированием. По рабочей зоне, по фартуку у нас небольшая вот так вот мелкая плитка с выходом по длине, по глубине всей нашей столешницы. И наружный угол, как мы видим, мы отшпаклевали и покрасили также в тон стены. У нас стоит черная мойка и смеситель бельгийский от ИВ, в которых тоже у нас осталось буквально пару штук. Вот. Очень классный смеситель. Мы его часто тоже реализуем в своих проектах. Примечательно тем, что вот эта штука у нас клей вынимается, и мы можем спокойно все здесь помыть, либо засунуть в какую-то емкость, либо в кастрюльку. Очень ртуально и очень красиво у нас это все дело смотрится. Обеденная зона у нас пока, верно, небольшая, но потом я думаю, что она у нас немножко поменяется. Потолок у нас в кухне натяжной. У нас есть вот такой вот угол, где расположилась у нас полка, и стоит у нас наша микроволновая печка, и видим, под ней есть у нас пустота, поскольку у нас подвесная, сделан из-под того, чтобы вот такая вот штука, помощник по дому у нас стоял. И видим у нас расположительное место, подбеденную зону для нашего питомца. Вот такого вот. Да? Хозяйная квартира. Друзья, проект у нас в стиле минимализм, и заказчик призвал вот такое решение. В данном углу расположились у нас полки, где стоят какие-то предметы интерьера, которые полезны в данной квартире. Очень классное решение, говорю, в стиле лофт. Мне данное решение очень нравится. Ставим лайки за вот эту вот композицию. Друзья, я надеюсь, данный проект был вам интересен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы для вас будем, как всегда, снимать еще больше красивых ремонтов и полезных лаймхаков. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok